Впервые свои двери для желающих вернуться к здоровому образу жизни антинаркотический лагерь открыл 8 лет назад. За время его работы забыть о вредных привычках и начать новую жизнь попытались более 6 тысяч человек. Из них половина смогла твердо встать на путь исправления. С каждым годом количество участников антинаркотического лагеря увеличивается. И теперь в Сочи приехали более тысячи алко- и наркозависимых, проходящие реабилитацию как в России, так и за рубежом. Те, кто колеблется, именно в эти дни принимают решение оставаться в трезвости, продолжать работать над собой, и это помогает. Такого опыта, на мой взгляд, насколько я искал в интернете, нигде нет, ни в одной стране. Работать с кем-то индивидуально, это дает плоды. Работать с группой, это дает больше плодов. Сама группа работает, люди друг об друга лечатся. Это немножко не по-русски, но это так, это именно так. Хотя представьте, если группа большая и грамотно организована, тысячи человек выздоравливающих, они каким-то волшебным образом очень сильно друг друга усиливают. Четыре года назад войти в нормальную жизнь решил Егор Тищенко. Побороть себя и бросить наркотики было нелегко. Он и сейчас продолжает проходить реабилитацию. И вот уже третий год подряд приезжает в антинаркотические лагеря, которые проходят в Подмосковье, Крыму и Сочи в качестве творческого состава. Семь лет наркотики употреблял, и не знал, по сути, в жизни ничего светлого. И не умел жить без наркотиков. Приехав сюда, как бы заранее скажу, я там учился в театральном институте, играл в театре. И когда приехал сюда, именно в терапевтический лагерь, это был Крым, то я увидел ребят на сцене. И я понял, что они наркоманы, они играют на сцене, и у них получается это здорово. И я подумал, а почему у меня не получится? У меня было на тот момент четыре месяца. И я дал для себя вообще такую задачу, что я должен остаться, я должен пройти. У каждого своя история и причины зависимости. Кто-то держится всего несколько недель, у кого-то уже давно исчезло желание вернуться в бессмысленную жизнь. В течение семи дней участники лагеря проходят терапевтические курсы, тренинги, спортивные и развлекательные мероприятия, общаются и помогают друг другу отказаться от наркотиков и поверить в себя. Это площадка, которая является площадкой для диалога между государством и некоммерческими общественными профильными организациями. Потому что на этой территории собрано достаточно много общественных организаций, благотворительных фондов, которые занимаются реабилитацией. И сюда же приезжают представители парламента, представители правительства, политики, актеры театра и кино, чтобы сесть за один стол и решать проблему не только там, за стенами, где нам ничего не видно и не слышно, а решать проблему открыто с самими представителями общественных организаций и непосредственно с самими ребятами. И один из актуальных вопросов, какими должны быть реабилитационные центры в нашей стране. Этой теме будет посвящено выездное заседание под председательством вице-спикера Государственной Думы Сергея Железняка. Оно пройдет в рамках антинаркотического лагеря 6 июня.